Отсюда до Румынии, что называется, рукой подать. Но большинство украинских мужчин не могут перейти эту границу. По крайней мере, официально. Из-за военного положения мужчины призывного возраста должны оставаться в стране. Поддельные документы — один из способов нарушить этот запрет. Еще один способ — густые леса и горные перевалы. Более 15 тысяч человек были задержаны в Украине при попытке нелегально попасть в Румынию. Эти пограничники пытаются их остановить. Сегодня вечером Владимир и Василий отвечают за охрану 12-километровой полосы, чтобы обеспечить соблюдение закона и спасти жизни. Это болотистая местность, здесь можно заблудиться. Есть дикие животные, медведи. В лесу можно наткнуться на медведя. Сначала полномасштабного российского вторжения в южном, приграничном регионе Украины было обнаружено два десятка тел. Раньше этот маршрут был популярен среди контрабандистов сигарет. Но сейчас им в основном пользуются люди, пытающиеся покинуть страну. Уклонисты, беженцы, контрабандисты — они боятся военного положения. Боятся, что мы их задержим, оформим по 204-й статье. Их оштрафуют и заберут в военкомат. А дальше пугающая многих перспектива — оказаться на фронте. Ведь воюющей Украине нужны солдаты. На этом щите в соседнем городе Черновцы написано, ты способен на большее, чем думаешь. В начале войны сотни тысяч людей пошли служить добровольно. Спустя полтора года многие из них измотаны, ранены или погибли. Большинство новобранцев призываются на военную службу. Несмотря на подавляющую общественную поддержку ВСУ, не все готовы идти в армию. На военную службу могут быть призваны мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Но есть ряд исключений. Например, отцы троих и более детей. Или те, кто должен заботиться о больном родителе. А еще есть освобождение от службы по медицинским показаниям. И именно так большинство людей уклоняются от призыва. Предположительно, тысячи мужчин покинули Украину в результате подкупа чиновников. Зарабатывающие на этом преступные группы рекламируют свои услуги в Телеграме. Например, подтверждение инвалидности может стоить до 3,5 тысяч долларов США. Это возможно только с помощью чиновников. В августе были уволены руководители всех областных военкоматов в рамках более масштабных мер по борьбе с коррупцией. Мы не можем сказать, что это была тотальная коррупция. Это были достаточно единичные случаи. Мы говорим, что у нас нулевая терпимость к случаям коррупции и другим нарушениям. Конечно, есть человеческий фактор. Но мы стараемся реагировать на любые проблемы. Но некоторые украинские мужчины задаются вопросом, почему они должны служить и полной решимости найти способы избежать призыва. Максим – один из них. 22-летний тату-мастер говорит, что поддерживает армию, но сам воевать не хочет. Мне кажется, что страна намного ценнее, чем быть беженцем со своей культурой. Но цена, которую просят уплатить за собственную страну, это какие-то колецства или твоя смерть. Для меня абсолютно намного больше, чем вот эта ценность. Лучше я бы все-таки выбрал быть беженцем, нежели умереть. Но не факт, что тут даже будет страна после того, как ты умрешь. Я спрашиваю у Максима, как он относится к соотечественникам, которые вынуждены жить под российской оккупацией и надеются на освобождение. Максим, за кого я бы, не знаю, пошел воевать, это какое-то мое близкое окружение, то есть те люди, которых я считаю, знаешь, своим обществом. Людей из, например, Луганска, я бы не сказал, что это мое общество. Я их не знаю, я их никогда не видел, они никогда меня не видели. Их, по сути, для меня как бы не существует, да. А я для них тоже не существую, понимаешь. Ну, то есть это какая-то такая странная идея, типа, потому что я там должен за кого-то воевать, хотя я даже не видел этих людей. Опять на границе. Владимир и Василий на этот раз не обнаружили следов незаконных переходов. Но только в августе власти предотвратили 247 случаев пересечения границы. В реальности же их гораздо больше. Каждый человек имеет свое собственное мнение. Я сам воевал, знаю, как там было. Я бы не пожелал никому там оказаться, потому что это непросто. Но у каждого своя судьба, и каждый принимает свои собственные решения. Он не может судить тех, кто бежит, говорит он нам. Но, как и у сотен тысяч украинцев, сражающихся на фронте, у пограничников тоже есть долг, и они полны решимости его выполнять. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!